Пауэрлифтинг в Оренбурге Нынешняя чемпионка России на соревновании области занимает позицию одного из трех судей, ведь на собственном примере она знает, как правильно делать упражнения. Упражнение должно выполняться верно, в правилах написано, то есть не должно быть, например, при движении вверх движение штанги вниз, не должно быть никаких шагов, никаких качаний, никаких коленей нельзя согнутыми держать. Например, на жиме лежа нужно одновременно руки выпрямлять, нельзя на груди штангу держать, ну, чтобы она прыгала, так скажем, называется. То есть довольно много критериев, которые необходимо учитывать при судействе. В соревнованиях по пауэрлифтингу принять участие может спортсмен любого возраста. Самой маленькой участнице кубка Дарьи Ломацкой всего 13 лет. Я занималась до этого теннисом большим и мне просто надоело этим заниматься. Ну и узнала про этот вид спорта. Максимальный мой рекорд – это вот сейчас я как раз-таки 120 килограмм в приседе, в тяге 110 и в жиме 47. Миниатюрные, женственные, хрупкие, но такие и сильные. Это все про них – спортсмена, которые занимаются силовым троеборьем. Елена в свои 20 является мастером спорта России и рекордсменкой области во всех трех направлениях – присед, жим лежа и тяга становая. На областном кубке Елена установила новый рекорд – присед со 170 килограммами. Просто я пришла, как и все, наверное, многие девушки, сделать красивую фигуру. А потом тренер мне давался больше и больше веса. А потом сказал, не хочешь ли ты выступить на соревнованиях? Ну я подумала, почему бы и нет. И на первых своих соревнованиях я собрала сумму первого разряда. Вот такие они, сильные женщины. Кстати, участники соревнований мужского пола по секрету признались нашему телеканалу, что не все из них могут себе позволить такие веса поднять.